Всем привет, друзья! На обзоре сегодня у нас смарт-часы компании Blackview, модель R3. Это новинка, она буквально на днях появилась только на сайте производителя, но я уже готов вам про нее рассказать. Производитель мне эти часы предоставил для обзора, ссылочку на них я оставляю в описании на Алиэкспресс. Сейчас цена на часы менее 30 долларов, и по-моему это довольно хорошая цена за подобный гаджет. Собственно говоря, в комплектации этих часов мы не найдем чего-то нового, это стандартный для подобных гаджетов комплектация. То есть только инструкция, сзади у нас есть, конечно же, QR-код для того, чтобы быстро было удобно скачать приложение, но о нем я расскажу вам чуть позже. И, конечно же, магнитная зарядка, вот такая вот. То есть вы коннектите сзади магнитом, вот он сам магнит, а это вставляете либо в USB-шку вашего компьютера, либо в блочок для зарядки, можно поставить и в розетку, в общем, как вам угодно. Кстати, приложение у нас используется GloryFit, давайте я, наверное, сразу сейчас с него и начну, уберем все лишнее. Инструкция. Если вы сканируете QR-код, смотрите, я вам сейчас просто покажу, чтобы вы понимали, что происходит, когда вы сканируете QR-код. Так, вы попадаете сразу же на вот такой вот сайт, нажимаете перейти, и оно вам показывает, вам в App Store или в Play Market. Ну, у меня уже оно перекидывало в Play Market. И вот GloryFit вы скачиваете. Я его скачал, вот оно такое вот приложение находится на рабочем столе. Самая интересная, как по мне, фишка этого приложения, это то, что у нас есть возможность настроить вид нашего циферблата. Давайте-ка мы посмотрим, что у нас сразу здесь из доступного есть. Циферблатов здесь довольно много, стандартных. Но, как по мне, то самая интересная фишка, это, конечно же, возможность сюда подгрузить свою фотографию. Смотрите, заходим в пункт кастомизация, нажимаем вот сюда. Здесь можно выбрать цвет самого, вот любой цвет можно выбрать самих циферок. А картинку мы меняем сами, то есть мы можем загрузить прямо из галереи любую фотку, и она у нас потом будет прямо вот здесь. Это, кстати, картинка тоже загружена, это нестандартная. В приложении у нас есть масса настроек быстрых, и это удобнее, чем делать это с часов. Например, время подсветки экрана. Вот мы можем выбрать 5, 10, либо 15 секунд. Также здесь можно поставить формат времени, единицу измерения, в общем, все самое необходимое. Также можно поставить оповещение о приходящих звонках, сообщениях и так дальше. Тоже все удобно, под себя можно все настроить, но это, в принципе, в любых часах подобного класса все это у нас присутствует. Давайте теперь сами часы наконец-то рассмотрим. Часы у нас очень классические, это такой вот резиновый ремешок. Кстати, это первый ремешок, реально, который мне вообще не натирает руку. В этом ремешке пользоваться смарт-часами очень удобно. Он довольно гибкий, конечно, само собой очень-очень удобный, и он абсолютно не мешает в использовании. Это большой плюс. Дисплей имеет диагональ всего 1,3 дюйма, и если говорить о качестве этого экрана, то он неплохой. Особенно мне порадовала огромная максимальная яркость. Как по мне, то ее реально здесь хватает, ну, более чем. Что есть у нас в меню? Чтобы зайти в меню, мы нажимаем кнопочку, которая справа на корпусе находится, вот эта вот. Здесь у нас есть активность. Вы выбираете режим, в котором вы хотите использовать ваши смарт-часы. Далее, у нас есть пункт сообщения, ну, я думаю, это понятно. Дыхательные упражнения. Вы нажимаете, и оно вам просто показывает, когда делать вдох, когда делать выдох. Не знаю, кто этим пользуется, но такое есть и хорошо. Дальше у нас есть секундомер, таймер, управление музыкой, ну, настройки. Настройки здесь вообще самые-самые элементарные. Здесь можно сбросить настройки, посмотреть информацию о самих часах, о прошивке. Ну, и также есть QR-код для того, чтобы отсканировать и попасть на приложение необходимое. Эти часы, кстати, имеют вес всего лишь 33 грамма. Они действительно очень легкие. У нас ремешки, конечно же, съемные. Вот такая вот очень простенькая конструкция. Нажимаете, и ремешок у нас снимается в случае его замены. Что еще умеют наши смарт-часы? Конечно же, здесь есть мониторинг пульса, и здесь есть мониторинг уровня кислорода в крови. Давайте заходим вот так вот, перелистываем либо влево, либо вправо, без разницы, оно все по кругу идет. Вот у нас разные прикольчики. Здесь у нас штучка, которая измеряет уровень кислорода в крови. Давайте нажмем, посмотрим, что она покажет. Я думаю, что на пальцах она тоже, в принципе, должна показать. Если показывать 97, 98, то это как бы очень хороший показатель. Ну, оно, в принципе, так и должно показывать. Дальше, у нас есть мониторинг пульса, само собой, вот он. И у нас есть еще различные необходимые статистические данные, скажем так. Сколько калорий мы сожгли, сколько расстояния сегодня прошли. Так как я с утра снимаю, то здесь все очень-очень мало показано. Ну и, конечно же, сами часы. Циферблат мы можем выбрать также, зажав пальцем на дисплей, у нас появляется выбор циферблатов. Стандартных, на самом деле, здесь немного, но они тоже прикольные. Хотя, опять же, используя приложение, вы уже видели, что можно реально поставить себе вот все, что угодно, чтобы вам было удобно. Хоть свою фотографию, своего себя любимого. Аккумулятор в этих часах имеет емкость 220 мАч. И, по факту, его хватает где-то на 5 дней. На больше не хватает, потому что, ну, разве что вы их просто включили, вот и положили, никогда экран не включаете. То, да, дней на 10 их может и хватит. Если вы постоянно рукой дергаете, время смотрите, то, в принципе, дней 5-6 максимум, я думаю, они у вас будут работать. Заряжаются они где-то полтора часа. Ну, немало, но хватает практически на неделю. BlackWare 3 это такие, с одной стороны, простенькие и очень доступные. С другой стороны, классические смарт-часы бюджетного сегмента, в которых есть все необходимые функции, как у конкурентов, скажем так. Просто в данном случае ремешок реально очень удобен. На руке они смотрятся у меня вот так вот. На самом деле, такой форм-фактор мне не сильно нравится, я бы такие, наверное, не использовал. Но, возможно, кому-то все-таки это по душе придется. Сейчас я вам покажу все-таки, как оно на руке. Не знаю, я не люблю, в принципе, такие вещи, как Apple Watch, вот и все такое. Поэтому, ну, не знаю. Мне как-то не особо заходит. Возможно, есть любители прям таких вот часов. Поэтому смотрите сами, как оно все, это дело у нас выглядит. Это были часы BlackWare 3. Спасибо за просмотр данного обзора. Пишите, как вам такие часики. Нравится дизайн или не нравится, или нравится более брутальный, может, круглый циферблат. На этом все, друзья. Всем удачи. Пока. Пока.